Дукати сделали очень красиво. На него вот хочется вот реально поворачиваться и смотреть. Вот этот класс мотоциклов, он предназначен для ощущений, для прикола, для фана. Ты просто едешь в таком собственном дзене. Мне в нем вообще в принципе нравится все. Как-то подозрительно легко. Добрый день, здравствуйте. Приветствую вас на своем канале мотоциклы для взрослых. Очередной необычный мотоцикл. Ну как необычный, то есть если бы это было где-то две недели назад, то я бы сказал, что как бы вещь прекрасная, очень симпатичная, красивая и стильная, но не мое. Но вот взяв этот мотоцикл в работу, напоминаю, кто не знает или может быть первый раз смотрит, мы занимаемся тюнингом мотоциклов. Вот взяв его в работу, я на нем прокатился и пока ехал до работы, примерно 50 километров, я такое для себя решил, что очень прикольная штука. Вот реально, то есть ты едешь на нем, и у тебя улыбка не сходит с лица. То есть если бы, например, мы снимали сейчас этот обзор после того, как я на нем прокатился, вот прямо сейчас слез и записывал, то гораздо эмоциональнее было бы, конечно. Вот, но поверьте мне, вот из всех вот таких вот тем, которые не связаны там с целевым использованием мотоцикла, ну в смысле мотоцикл не под цель, а просто вот ну как бы для ощущений, для прикола, для фана, вот это мне понравилось больше всего. Ну вот, продолжаем. То есть, ну, наверное, не всем, но многим понятно, что мотоциклы строятся под предназначение. То есть там тур эндуро для того, чтобы куда-то далеко ездить, спортбайки для того, чтобы побеждать в соревнованиях. Что у нас еще? Харлей существует и вся вот эта вот передоциклическая штука для того, чтобы ездить, так это по 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 переводить его, условно говоря, топливо в звук. Вот для чего существуют скрэмблеры, вот эти, это как бы, скажем так, это какая-то импортная история. Я не очень сильно знаю всю историю возникновения скрэмблеров, можете ее спокойно найти самостоятельно где-нибудь там в интернете наверняка это есть, но вот этот класс мотоциклов, он предназначен, но только для одного чтобы чтобы вызывать улыбку на лице и вот позитив владельца от просто езды на нем то есть ну например там условно вот какая-то суббота или воскресенье хороший погода как сейчас и соответственно ну поехали куда-то прокатиться ну например на гуси ну как-то странно да ну можно далеко куда-то уехать до пократиться по городу или съездить там на кофе рейсинг на гуси странно ну на дукате ну можно там на каких-то определенных да но все-таки я наверное потихонечку вот осваиваю для себя новый сегмент который называется это вот езда для удовольствия то есть я вчера катался но на 1100 это восьмисотка я катался на 1100 и соответственно вот заметил что как бы он тебя первых не подстегивает никуда мучать сломя голову между машин вот тогда он не постегивает никаким соревнованиям тебя то есть ты просто едешь таком собственно дзене такому и смотришь на окружающих то окружающие смотрят на тебя и вот наверное если кто смотрел помните есть одно известное интервью сергея даренко где он говорит что вот я еду на триумфе и как бы когда еду на триумфе я вот как-то с водителями вместе то есть мы все вместе едем в потоке а когда я еду на гуси я как-то вот соответственно там догоняю поджимаю обгоняю то есть я как бы чувство себя агрессором вот я бы наверное сейчас подпишусь под каждым его словом единственное что я бы триумф конечно заменил на дукате потому что ну триумф это другая история то есть там тоже наверное есть какой-то фан я ездил на нескольких разных но как-то меня не зацепили также как indian ftr тоже не зацепил и садатом перда цикла не зацепили то есть было несколько таких вот у меня заходов в эту тему мотоцикл для улыбки на лице то есть я делал себе yamaha варьер ну и как-то я понял что перда цикла не моё то есть ну прям вообще не мою особенно вот эта посадка как бы ну неудобно потом у меня был мотагуце brevo 1100 как бы такой хороший антуражный байк прикольные но у него была настолько плохая подвеска что я понял что ездить на нем невозможно значит я его благополучно продал потом я ездил на триумфе triumf traxton r triumf traxton r хороший но там очень странный мотор то есть он такой как но он тебя погружает какие-то харлееобразную тему то есть вот там вроде как все хорошо сделано для того чтобы на нем уверенно себя чувствовать но при этом как-то traxton ну немножко не то не моё может кому-то нравится по большому счету может нет потом был indian ftr indian ftr это мотоцикл который кажется очень тяжелым и ощущение от езды на ftr и были примерно такие же как ощущение от езды на yamaha super tenere такая здоровая махина которая так вот не спеша куда-то так вот дрифтует по волнам ну тоже это не то вот а этот он максимально легкий он максимально легкий он прям как бы супер легкий наверное то есть и когда на нем ты едешь в пробке объезжаешь машины которые стоят там с небольшими расстояниями между там спереди или сзади вот делаешь вот такие движения то у меня вот реально дважды было какое-то очень странное ощущение что как-то подозрительно легко то есть но может эта геометрия может это развесовка развесовка стать здесь хорошая и настройка подвески несмотря на то что это самая простая она тоже хорошая то есть вот мы например при встаем нам это вот так потом садимся и получается у нас он весь вот так он приподнимается и опускается ровно то есть нет вот этого когда у тебя только задний амортизатор когда ну соответственно перед легкий зад тяжелый или наоборот там перетяжеленный перед где у тебя все спереди в принципе перетяжеленный перед это неплохо по большому счету если ты знаешь как этим пользоваться но докладно это не важно в общем это мотоцикл не под цель а под удовольствие то есть вот у тебя есть настроение и ты такой думаешь сейчас я оденусь красиво и соответственно выйду и прокачусь ну как бы это вводная часть ну так вот вводная часть она закончилась теперь как бы о конкретике дукати сделали очень красиво то есть у них как бы так как это определенный рынок вот для тех людей которым нужно красиво они сделали красиво но с точки зрения техники здесь есть несколько таких вот как мне кажется нюансиков нюансиков связанных с ну с банальным желанием просто сэкономить то есть во первых здесь стояли очень простые аксиальные машинки ну на сцепление в принципе плевать она не очень красивая неказистая такая но тоже черненькая на информативность вообще по барабану значит а вот машинка тормоза она реально была именно такая как бы то есть большой свободный ход ты такой об ничего нет там дожимаешь ты что-то появляется а дальше за счет того что стояли другие тормоза в смысле суппорты ну суппорт но я привык говорит суппорта потому что должно быть два но тут он их он тут один всего на все вот суппорт стоял очень простенькие колодки очень простенькие по торможению у него было даже вот учитывая там семьдесят четыре ушейных силы которые в принципе вот этому мотоциклу достаточно для получения удовольствия это вот более чем вот даже как бы с учетом этого небольшого количества лошадиных сил тормоза были плохие владелец мне его дал для того чтобы мы его исправили вот мы исправили здесь все что необходимо ну и наверное даже чуть чуть больше то есть как я вам сказал сцепление можно было оставить как есть но мы сделали стилитически одинаково то есть у нас есть брэмбовские машинки которые обеспечивают фантастическую информативность одним пальчиком ты тормозишь спокойно прям бам и прижимаешь а вот выбираешь свободный ход буквально минимальный прижал сцепление но для красоты то есть 16 rc стоит ну как бы вот по усилию это оно и было прекрасным и хуже не стало лучше не стало просто добавилась эстетика опять же я когда поехал на нем первый раз это было очень удивительно я переключаюсь как будто на нем нет крик шифтера потом чувствует как это какая-то есть синтетика и кто ссори о как раз есть здесь есть квик шифтер и вверх и вниз прекрасно работает здесь есть много режимные abs здесь есть три режима езды то есть мотоцикл обеспечит очень высокий уровень безопасности для райдера у которого есть голова то есть если кто-то чуть-чуть где-то промахнулся то соответственно электроника ему поможет опять же важный такой момент какой сейчас скажу так вот важный момент вот к вопросу о том можно ли покупать его первым мотоциклом вот этот мотоцикл куплен владельцем именно как первый и я считаю что это просто вот такой выбор то есть ну у тебя должно быть вот это ощущение желание подойти к мотику то есть есть какая-то вот как я говорю некая парадигма что надо купить какое-то непонятно что на нем там понять нравится тебе или нет а потом только покупать что-то хорошее вот как правило но вот все и заканчивается то есть ты купил условно какое-то говно тебе оно не понравилось и ты наверное на этом либо завершился либо у тебя нет вот этой тяги к прогрессу в мотоциклах вот это как первый шикарно то есть вот ну прямо вот шикар не не придумаешь вот ну прямо супер шикарно то есть во первых он комфортный во вторых он очень дружелюбные в третьих он красивый на него вот хочется вот реально поворачиваться и смотреть как к нему подходишь ну понятное дело когда отходишь тоже то есть ну я не знаю что добавить по большому счету то есть было ездовое видео она сначала вышла уже потом я выпустил вот эту версию наверное я запишу еще одно ездовое видео но в целом вот настолько он удобный раз послушный 2 комфортный 3 красивые 4 ducati 5 что ну как бы вопросов в принципе нет то есть то что было можно поменять мы поменяли сделали красиво шины мы оставили такие же потому что это модификация rs то есть несмотря на весь ее внешний вид она все равно достаточно хорошо держит то есть понятно что это не трековая понятно что этот мотоцикл и не подозумевает какую-то супер агрессивную езду но для обычных нормальных условий для нормального человека их более чем достаточно тормозов теперь более чем достаточно кроме эффективности еще и красота ну то есть как бы вот ну мне в нем вообще в принципе нравится все единственное к чему можно было бы еще как-то придраться это к сиденью сиденье достаточно простой несмотря на то что эта модификация full throttle это как бы самая дорогая вот можно было бы как бы товарищи из ducati добавить вот здесь какой-то типа алькантару что-то такое то есть вот прям вот так опять же наверно можно заморочиться вот это сохранить это сиденье как-то его доработать то есть отдать в ателье чтобы вот эту часть оставили вот с этими перекликающимися цветами а вот эту часть например как-то сделать в алькантаров вот наверное все ну и может быть зеркала за них хотя они мне стилистически нравятся то есть к ним нет вопросов но они не самые информативные но при этом адекватные стилистически они мне нравятся я бы их трогать не стал вот скажу так поэтому смотрите дальше канал подписывайтесь всего доброго всего хорошего ну и естественно уже поступки я попрощался с вами мы вместе с оператором вспомнили что как обычно забываем его завести и дать вам послушать выхлоп значит выхлоп шикарнейший то есть здесь стоит полный выхлоп терми титановый звучит он вот так я сейчас отойду чуть-чуть подальше звучит шикарно вот теперь пока